Необычно поздравить свою вторую половинку с Днем всех влюбленных могут саратовцы с помощью акции РЕН-ТВ «Соединяет сердца». Чтобы стать участником, нужно отправить заявку в редакцию нашей телекомпании и рассказать свою историю любви. Самый интересный получит приз – оригинальное поздравление с 14 февраля. Историю любви нашего шестого претендента смотрите в нашем сюжете. Наталья, 32 года, мастер маникюра. В браке 13 лет. Муж Алексей, 34 года. Наталья познакомилась с будущим мужем на даче. Уверена, что это была любовь с первого взгляда. Познакомились мы на даче. У нас дачи были в одной деревне. Он очень мило за мной ухаживал. Но я сопротивлялась. Вообще даже не думала, что он станет моим мужем. Вот. И, ну, как-то вот так вот. А в один прекрасный момент приехали на дачу, на картошку. И услышала гороскоп. И там мне сказали, дева, короче, сегодня встретите свою любовь. Оглянитесь на свои дачные участки. Мы все мило засмеялись всей семьей. И мне вся семья сказала, типа, говорит, ну все, сегодня будет Леша сажать картошку. Ну и так получилось. Увиделись. Не виделись всю зиму. Ну, что-то ёкнуло в сердце. Ну и решила ему позвонить. Нашла его телефон через друзей, через родственников. Ну и встретились. Ну и начали встречаться. Через месяца два он мне сделал предложение. Я согласилась, не думая. Вот. И взяли календарик, ткнули пальцем и определили день своей свадьбы. Первое признание в любви было, это, конечно, колечко. Было такое серебряное, в розовой шкатулочке до сих пор ее похороню. Вот. Потом, ну, были всяческие другие подарки. И букеты цветов, и коробки конфет, и куча валентинок. Это все-таки любовь какая-то с первого взгляда. Не знаю. Вот просто за простоту, наверное, за терпение. То, что терпит меня с моим таким сложным характером непростым. Вот. Ну и то, что он семьянин хороший. Мне вот, например, нравится делать подарки ему всяческие. Там то какие-то делаю то походы в магазин, то еще что-нибудь стараюсь. То маленькие сюрпризы, тортики, там валентинки. Оставляю最 же за струкновено. Продолжение следует. По. По. Продолжение следует...